Доброе утро, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва. Мы в очередной раз на Днестре. Скоро будет уже рассвет, все классно. Кстати, Днестр уже встал в свое русло. Мы наконец-то уже приехали на него и смогли приехать прямо к нашему берегу. Сегодня мы вместе с друзьями, с подписчиками канала Все для Клёва. Вознакомьтесь, это Артур. Здравствуйте. Это Олег Васильевич. Добру ранку. Кирилл, иди поздоровайся с подписчиками канала Все для Клёва. Вот он, да. Мы с вами на 51 километре и тема сегодняшнего видео будет какая макуха эффективна летом. Итак, друзья, мы будем с вами проверять эффективность макухи. Кукуруза, анис, семечко, клубника, чеснок. Ну и наживлять будем плавающие насадки, такие как вот чеснок, желейные бойлы, опарыш, кукуруза, горох. В общем, будем экспериментировать и проверять. Ну и естественно, вам все покажем, расскажем. Пять удилищ, пять вариантов макухи с разными насадками. Ну а что, пять удилищ, это тоже нормально. Сейчас разрешается, кстати, разрешено каждому рыбаку иметь пять удилищ, не более. На человека. На человека, да. Так, друзья, еще вот такая у нас еще слива есть. Попробуем, проэкспериментируем с ней тоже. Мы кушатики будем изготавливать с грузилами ласочка. 125 грамм, 110 грамм и 90 грамм. В принципе, течение нормальное, мы далеко забрасывать не будем, поэтому, я думаю, его будет достаточно. Так, Олег Васильевич, смотрите, короче, эта штука вставляется вот так. Это как автомат, взводится. Вот она вытаскивается. Вот так вот взводится. Все. И вот так втыкается. Когда она дернет. Дернет. Она сама подключится. Все. Батька заряжен, в бою готов. Вот такой вот вариант. Самопосекающийся удилища. Лего Васильевич, ну все. Все, Жаня, я жду. И, во-первых, заказ такой, я ушел влюбивших всех. Понял. Ну, доброе. Ну, сейчас Артур покажет вам, как нужно вязать снасть с макушатником. Итак, ну, бери, да, грузик. 90, да? Да, 90 грамм бери. Так. Есть. Так, дальше. Бери макуху клубничную. Спасибо Александру. Клев лов. Вот это его макуха такая интересная. Он сегодня спонсор нашего видео, поэтому ему спасибо большое. А вот он открывается. Вот он. Разлепляется. Ага. Есть. 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 Бери клипсу. Вот клипса. Ага. Друзья, вот здесь уже одета волосяная оснастка на клипсе. Значит, у нас поводок 5 сантиметров. Волосяная оснастка с желейным бойлом вот таким вот. Вот сейчас белый, это чесночный вариант. Одевай. Ага. Давайте покажу узел, которым я вяжу. Так. Узел вяжется очень просто. Смотри. Вот здесь берешь, зажимаешь пальцем. И начинаешь вот так прокручивать вдоль основной лески 5-6 раз. Три, четыре, пять, шесть. Достаточно. Потом берешь вот этот кончик и всовываешь в эту петлю, которая у тебя под пальцами. Видишь? Всунули. И теперь вот ее нужно просунуть сюда вот. Видишь? В эту петелечку. Вот. Все. И так вот здесь мочим. В этом этапе. Вот. И зажимаем. Комары, блин, смотри. Все лишнее обрезаем. Мы кушать не готовы, друзья. Чувствительная снасть. Она, конечно, не спортивная. Это специально для рыбаков, которые любят спокойствие, уют, шашлык, посидеть, отдохнуть, выпить какую-то чарку где-то. А макуха пока будет разъедаться, размываться. Рыба по-любому подойдет и клюнет на этот ключок. Вот такой вот вариант. Друзья, от солнышка выходит. Уже хорошо. Значит, у нас меньше сейчас будут жрать комары. И это радует. Это, честно говоря, комары уже сжирают. А тут щука плещется, я смотрю. Это хорошо. Можно будет в следующий раз поехать и попробовать щуку половить. Рыбаки уже тоже приехали после нас. Вы видите. Что значит на полчаса раньше приехать? Вот уже люди успевают. Только вот вроде две недели, как вода спала. Вы же посмотрите, уже мусор. Смотрите. Вот кто это делает? Вот кто? Посмотрите. Из-под червей, блин, вот эти вот все эти дела. Побрубать руки этим людям. Ну не свиньи, а. Какой-то кошмар. Смотрите. Пачкись по сигаретам. Куда это годится? Только вода ушла. Только. Вот первые рыбалки. И уже насрано. Такое ощущение, что люди живут как будто последний век. Все насрать, все сожрать. Все рыбу выловить. Ужас какой-то, блин. Ранний завтрак. Надеюсь, что и рыба у нас клюнет. В принципе, мы 4, 5, 4, 5, 6. И еще одно. 7 удилищ у нас будет, друзья. Ну и думаю, что мы... Ну если не карпа, то по крайней мере карася точно должны поймать. В это время он как раз уже должен клевать. Вот. Карпик. Не знаю, будет проклевывать или нет. Пока он еще такой... От нереста еще не отошел. Ну вы знаете, что июнь это на рыбалку плюнь. Потому как... Вот я даже сейчас вижу по реке пух идет. И рыба есть от пуха, друзья. И она такая вялая, блин, непонятно какая. То есть она не голодная, скажем так. Ну, по крайней мере мы сюда приехали сегодня отдохнуть. Встретиться с друзьями. Ну и попробовать все-таки понять, какая макуха эффективна летом. Поэтому будем ждать. Будем ждать и проверять. Друзья, у нас уже клюет... Только мы начали завтракать. Уже клюет... Клюет удилище Олега Васильевича. Подарочное. Но пока что-то не срабатывает. Наш пусковой механизм... Олег Васильевич, отдадите в сторонку, потому что она как сработает, как даст. Не, она есть. Подлещик, подлещик. На, вытаскивай. Так, это у нас какая кукуруза? А, какая макуха. Это анисовая. Анисовая макуха. Держи. Смотрим, что там у Олега Васильевича. Днестр подарил маленького подлещика. Все, посмотрим. Нифига. Ну, бывает. Давай, я думаю. Уа, 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 уа. А куда? Выпускаем подлещика? Да, да, отпускаем. Ну, давай. Это несправедливо. Это несправедливо, это жизнь. Так должно быть. Крапинка. Далеко не нужно, красавчик. Поним? Смотри, кидаем его туда. Отлично, молодец. Красавчик. Ух ты. А, там бетан решил. Просто бетан вон шел. Вот там, все. Ты на рыбакану обледен? Так, я сиди в дар. Будем еще, еще, еще встать. А кто рыбу и шел на рыбалку? Подарок сработал. Друзья, ну, смотрите. Подарочное удилище. Олег Васильевич вытаскивает карасика неплохо. Олег, клюянный первый раз, уже третий. Ну, первый раз вытаскиваем. А кукуруза? Да, чистая кукуруза. На чистую кукурузу. Классно. Ну, друзья, смотрите. И... Не ушел. Вовремя поднятый карась не считается упавшим. Какой карасик на анисовую макуху, друзья. Вот такая. Нормально? Ой, сквозь. Продолжаем нашу рыбалочку. Олег Васильевич, куда ее? В коллекцию. Вот так работают профессионалы. Друзья, вы помните, те, кто не знает, посмотрите в правом верхнем углу, там есть у вас буква И, и вот сейчас будет вылезать два видео. Вот одно первое, вот это. И вот это второе видео, там, где я показываю вам лайфхаки по нашим макушатникам. Вы можете посмотреть и так же применять. Вот один из них, из этих лайфхаков, это использование манки, для того, чтобы нормально крючок долетел до места назначения, скажем так. То есть, в таком варианте он практически не путается, потому что иногда бывает такое, что реально крючок путается сзади леску, либо еще каким-то образом, и тогда он неэффективен. В данном варианте он очень эффективен. Поэтому посмотрите, рекомендую вот эти два видео. Если, друзья, у вас есть другие варианты лайфхаков, каких-то вариантов для повышения эффективности макушатника, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Будет очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Дядя Саша сбила свою девственную леву. Ура! Первая рыба на этой удочке. Как-то по-другому скажет, он не войдет в хирур. Продевши на слева. Что там, импульс, да? Да, да, импульс. Хорошо. Удочка, где Саша? Иди заплачин, заплачин. Так, на какую макуху? Чеснок, то, что вы давали. А, чесночное, да? Да, да, чеснок. Друзья, на чесночную макуху поднимался такой карасик. Карасик, хорошенький карасик. Я смотрю, что работает вся макуха. Что-то, блин, и та, и та, и та. Все нормально работают. Да говорит о том, что макушатник, в принципе, довольно-таки эффективная снасть. Первая рыба. На эту удочку. Ну, так положи, поди в садок. Победа, классная рыба. Это победа. Кому? Друзья, ну, вот очередной карасик на анисовую макуху. Это уже второй на анис. Вы поняли, да? Потихонечку клеет. Так, значит, как одевается бойлик. Отдели на иглу для бойлов, да? Потом продели в петелечку, которая у нас на поводке. И просовываем в бой. Просунули. Вот она, петелечка осталась. Берем стопорочки. Ламываем один. И просовываем в петелечку. Вот, просунули. Вот так. И зажали. Все. Вот так получился бойлик. Маленькая вставочка специально для жен рыбаков. Если вы думаете, что мужики сюда приезжают отдыхать и расслабляться, то не думайте. Посмотрите на этот ужас. В чем приходится ковыряться? Что приходится делать? Посмотрите. Что, выбирать червяков? А что за проблем? Проблем нет никаких? Проблем нет никаких. Берите с собой жен на рыбалке. Пусть вам помогают выбирать червей. Ты что, у них же маникюры. И берут вот так. И насыпают их, и насыпают. Надо побольше, побольше, побольше. Побыстрее. Не по одному. Хоп, 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 хоп. Я стесняюсь. Стесняешься? Да ладно. Вот так вот, женщина. Вот так руками берешь, и так вот. Не думайте. Ты тогда раз. Что все легко, просто. И нежно, и приятно. Что рыба сама на крючок запрыгивает. Тут нюансик есть. Видите, тут вот эти все механизмы. И тут нужно аккуратненько держать шнур этот основной. Более сошли. Чтобы она не зацепилась за вот эти все механизмы. То есть тут есть нюансы. Давай. Далеко не надо запасывать. Отлично. Есть такое дело. Все. Так. Теперь втыкаем в грунт. Есть. Отводим этот пружину. Заводим этот вариант. Так. Подтягиваем. Подтягиваем. И. Заводим. Покажи, где я. Специальные штучки. Вот здесь вот. Ага. Все. Взведено, скажем, наше удилище. Не, не оттуда уехал. Она щелкнула. Подняла. Это первое. Дерни. Будем ждать, когда оно сработает. Показать, как работает. Да, дерни за леску просто. Ну, да ладно, не надо. Ну, ладно, давай, хорошо. Давай, давай. Чтобы видно было. Вот так вот оно, получается, срабатывает. Ну, все, теперь давай аккуратненько. Само подсекает. Да. Так, ставь его на место. Аккуратненько. Подведи. Ага. Все. Отлично. О, все супер. Ждем следующего выхода новых китайских удочек, которые сами будут перенаживлять. И еще живую рыбу. О, отлично. Ну что, ждем поклевки. Друзья, мы с карасем. Причем какой, смотрите, а? Вы поняли, что главное, оказывается, не просто кукуруза, но и насадка тоже важна. Важна. Я вот поменял, взял вместо бойла, поставил горох. Вы видите? Смотрите. Ну, не скажу я, что это главное, но тем не менее. Вот на горох с кукурузной макухой взял такой красавец, смотрите. Он нравится? Мне тоже. Друзья, ну вот такую подлещику. У нас на червячка с опарышем я подцепил на кукурузную макуху. В принципе, нормальный вариант. Вы видите? Кирилл, забирай подлещика. Друзья, ну вот видите, опять горох. У карася, смотрите, видите, на волосяной оснастке. Горох и кукурузная, кукурузная макуха, клюет лучше всего. Артурчик, держи. Вообще-то пора уже собирать дрова для ухи. Думаю. Конечно. Пора уже начинать чистить рыбу, чистить картошку. Друзья, у нас очередной каратик. Вот на клубичную макуху. Ну такой хорошенький. Смотрите. Поша надо. Красавица. Ну, друзья, закипает наша рыба. Самую грязную работу мы уже сделали. Рыбу почистили. Овощи почистили. Будем варить уху. Палки здесь выкладывались возле этого костра. Мы их собрали. Вот. И с ними сделали костерчик небольшой. Так что будем мы сухой, друзья. Рыба наша кипит. Это хорошо. Ну ладно, смотрите. Очередной карась на красный цвет. На клубнику. В принципе, не мудрено, потому как клубника еще пока работает. Пока будет цвести, пока будет давать плоды. Клубничка будет на высоте. Опять же таки, с тем же горохом, друзья. Вы поняли? Друзья, хочу обратить ваше внимание по поводу фидерных удилищ. В данный момент, когда вот этот пух летит, вот этот, который... который вы видите, с ивы, с семенами, пух. Он очень сильно забивает леску. Поэтому будьте аккуратны с фидерными удилищами. Потому как очень легко сломать кончик. Только поэтому я практически вот пользуюсь вот этими карповыми удилищами. Там бы, конечно, я бы ловил на фидеры. Вот смотрите, что происходит. Была у меня карповая поклевка. И вытащить невозможно. Потому что тупо забивается пухом полностью. Забивается верхнее колечко. Поэтому вы посмотрите, сколько несет этого пуха. На фидерное удилище, конечно, ловить очень-очень опасненько. Можно сломать кончик. Это однозначно. Ну и не вытащить карпов, как я сделал это сейчас. Жаль. Была карповая поклевка. И карпик сорвался. Надеюсь, что вот этот пух уже опадет. Как-нибудь хороший ветер надо, чтобы его струсил. И тогда можно будет нормально ловить на фидер. А пока только карповыми удилищами, наверное. Что, друзья. Наша уха готова. Давайте на нее глянем. Красота. Лепота. Хорошо. Вот это вот я понимаю отдых. По полной программе. Спасибо Артуру. И Кириллу. Что они такие два орла серьезных. Сварили уху. Ножки сделали. Из топора. Да. Молодцы. Орлы растут. Кар? Чикарась. Карась, да. Ну какой, а? Ага. Красавец. Всем карасям, карась. Шагин там садит, че нет. Друзья, вот такой пацак, это просто бомба. Чего сразу побачиваешь. И на карпа, и на толстолоба, и на сама, и на белого амура, и на что вы хотите. Видите, у меня уже ласочки закончились. Пришлось сделать с кормушкой Потап оснастку. Друзья, ну вот откуда ни возьмись, смотрите, налетел дождик и начинает портить нашу рыбалку. Ах, дождик хорошенький такой. Видите, у меня есть ухо. Видите, ухо. Видите, ухо. Как ухо? Похоже на рыбную юшку. Так? Ну, это же и есть ухо. Там же есть 50 грамм в ней внутри? В ней нет. Нет? Да. Значит, это действительно тогда... Похоже на рыбную юшку. Да, действительно, тогда это получается рыбная юшка. Ну, раз внутри есть 50 грамм, значит, это уже ухо. Нет, ну, у нас есть цивилизация, и хрустальная тарелка. Ну, не без этого. Это все нормально. Класс. Поферебренную юшку. Ну, что, друзья, очередной карасик. Карасик. На клубнику. То есть, вы поняли, да? Значит, клубники. Сейчас все-таки это классный вариант. С горохом. Да, погодка, конечно, нас не балует. То дождь, то солнце, то духота, то опять дождь. И так без конца, друзья. Поэтому смысла в продолжении рыбалки, ну, практически нет. Хотя скажу, что карасей мы поймали достаточное количество. Ну, десятка, три, не меньше. Ухи наелись. Отдохнули. Набрались массу впечатлений. И будем ехать домой, друзья. Так, что касается макухи, я считаю, что самый лучший вариант это клубничная и кукурузная. Вот два варианта, которые работали лучше всех. Это сугубо мое личное мнение. Возможно, на других водоемах или в другое время будет клевать и на другую макуху. Олег Алексеевич, расскажите про рыбалку. Впечатлениями поделитесь. Та рыба, которая была поймана, она принесла уже великое удовольствие. Так. Да, потому что она как раз объединяла нас с водой, с землей. Мы сама голову не отключили. Получили море удовольствие. И обязательно вернемся на рыбалку. Подписывайтесь на канал. Все для Клева. Все для Клева. И у вас будет все Клева. Класс. Крилл, скажи пару слов про рыбалку. Все супер. Конкретно, пожалуйста. Рыба хорошая. Снасти хорошие. Погода хорошая. Люди у нас хорошие. Вообще у нас страна хорошая. У нас вообще все хорошо. И будет еще лучше, правда? Приезжайте к нам на рыбалку, не пожалеете. На канал плюс. Да, и... Конечно. Ты подписался на канал, все для Клева? Конечно. Ну вот. И вам, друзья, мы советуем это делать. Артур спит. Артурчик. Расскажи про рыбалку. Как тебе? Понравилось, нет? Да, супер. Да? Не выспался, да? Просто встал бедный в 2 часа ночи. Подняли его. Не спал практически. Наводим порядок, друзья. И выезжаем. Не ходь маша, не выходь уже. Ну вот и закончился такой чудовый сегодняшний день. Мы получили море вражений, хоть и были на речке. Я думаю, что дейдусь в Дністро тоже не в обеде. Мы взяли свою рыбку примерно столько, сколько можем и хочется съесть. Мы ему за это дякуем. Спасибо, что вы были с нами на YouTube-канале. Все для клевых, друзья. Ну, мы прощаемся. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.